Последние два дня Что-то как-то не снимала Или забыла, или как-то не случилось В общем, позавчера В ночь на позавчера Тише у меня отсутствовало О чем может быть видно Из картинки, которая внезапно Загрузилась в инстаграм И автоматом у меня настроена Она вышла вконтактик Короче Сегодня у нас попрохладнее Он поперся со мной Тост конец Не помню, писала я на камеру или нет Ну и в общем на обратном пути Он что-то не явился Точнее, как бы сказать, собак заваял И он к соседям прыг В район их сарайки Не дома, а сарайки Это крайний дом как раз По нашей этой линии деревни Можно сказать, по нашей улице Ну и потом, короче, что-то наступила Гроза, точнее, началась уже Гроза начиналась Гроза, ба-бах, ба-бах, ба-бах И пошел дождик И он, я ходила, два раза кричала Тетя мне писала смски Позвонить не как было Советовала покричать Ну, типа того, что успокаивал Что, типа, не берега и найдется Ну и в итоге, я что, уснуть как-то не уснулась у меня Там, точнее, я уже думала, что, может, он все-таки до 12 дойдет Ну, в час 22 меня уже срубило А в 2.22 оно явилось Я открыла там, не стала закрывать крыльцо Вот здесь была такая в избе небольшая щелочка В общем, он явился Вчера я решила сходить на поле И вот так получилось, что, ну, специально думаю Что я буду фотик брать? Буду все равно штробу буду собирать всякую В итоге, короче говоря, я его два раза оставала в полисаднике Он пытался вылезти и так пролезть Ну, думаю, может, он просто хочет пролезть Я его открывала дверь, значит, он за мной как-то сошел Я его иду с соседями напротив Что, типа, он за тобой как собачонка Я его, значит, оставляю обратно Говорит, оставь, говорит, его дома Говорю, дома дверь, говорю, открывает Ну, говорю, вот эту, если только не откроет Ну, думаю, а как-то это вдруг он погулять там захочет, еще что-то Ну, короче, жалко мне его было В итоге он тупо пошел за мной В общем, мы с ним где-то часа полтора гуляли по полю Я думала, что мы выйдем там такая Не то что тропинка, след от трактора был И обычно он ведет на поле С поля на дорогу И думаю, сейчас мы выйдем на дорогу И он со мной по асфальту пойдет к ферме Фидас-2, там дорога прекращалась Это от трактора И куда этот трактор девался, непонятно А дальше уже такое было Слегка, видать, когда-то кошеное поле Потому что трава поменьше Чем-то, что до этого было Но так как были дожди тут мелкие Кратковременные так И подозреваю, что там где-то местами не то что болото Но речка такая, или ручерек какой-то есть В общем, я не рискнула идти в своих белых тапочках Вон они Кожаные белые тапочки Велин У меня такие же были, только черные Которые я уже второе лето в них хожу Покупала, когда у сестры весной работала в магазине Позапрошлой весной уже Ну и в общем, он шел за мной Как реально, как собачонка Правда, обратно до него не доперло Он, видать, уже устал Куда, зачем идти Периодически мяукал Типа, вот, трава интересная, подойди Иногда даже по делу мяукал Потому что действительно интересная трава Потому что я собрала, вот, если вдруг кому надо То могу на развес Вопродать Веничек у меня тут У меня еще дома Я в выдрах собрала На территории своих родственников И вот здесь вот веничек Такой более приличный Этого самого Как он там, блин Зверобоя продырявленного Ну там у меня еще всякая трава Еще до этого собранная Ну, короче, прилично так Пособирала Да, кстати, я же убралась на полочке Как раз, когда ждала этого котика Решила убраться на полочке Тут, наверное, вообще Со времен мамы, скорее всего, не убирались Ну, может, конечно, после мамы еще убирались Но давно не убирались Я нашла щетку, опознала Которую я когда-то привезла Складную, но у меня ее заныкали Куда-то засунули Потом достали Уже ее, не знаю, кто юзал Конечно, пользовать я ее уже не смогла Еще другую щетку Нескладную, скорее всего, тоже мою А может еще чью-то Ну, в общем, вот у меня была Бумажка такая упаковочная В которую мне что-то такое сюда приехало Из еды или не из еды А нет, мне, по-моему, в нем лежали Как раз я заворачивала Всякие провода от потика и прочего Ну, в общем, вот Кстати, отратный шампунь Потом в пустых баночках Возможно, в пустых баночках Одиночная пустая баночка деревни Покажу его Вот от меня Настя Лукьянова дарила Говяный шампунь Вот от Эйвен шампунь Мне на что не очень нравится Ну, не то, чтобы нравится Не очень подходят мне вот эти все Шампуни каталожные Типа Эйвен, Арифлейм, Фаберлик От Арифлейм даже не знаю Пользовалась ли я когда-либо шампунем Но вот Фаберлик Это настолько отвратное говно Извиняюсь Ну, можете кидаться тапками Фанаты Фаберлик Но вот я волосы мою Допустим, Эйвеновским шампунем Который мне Лёлька из Тюмени прислала Раз в двое суток Могу мыть волосы Они чистые Я сюда приехала Я вот на третий день только помыла Вчера я помыла этим шампунем У меня уже к вечеру они были такие Будто я их не мыла Даже когда они высыхали Они были такие Будто я их не промыла Короче, вот как пенка для ног От безысходности в деревне Оно даже на троечку И то сойдет А как гель для душа Я его сегодня немножко попользовала В роли душа Ну, вот так у меня теперь выглядит И я разобралась вчера Вот на этой полочке наконец-то Вообще, эту полочку мне дедушка делал когда-то Для магнитофона моего еще Он тут у меня прабабушка с прадедушкой Причем вот прадедушка точная копия по лицу моего дяди По линии бабушки и бабушкин племянник Вася А это вот детка ГГБшник со своей женой Тот, который нас возил В день 8 октября 99-го года Ну, в общем Кому интересно, то Гляньте видос про ДТП А кому не интересно, ничего страшного Ничего не потеряли Короче, родственники очередные Вот у меня теперь мышка Хэшшник Штативик этот Правда, я его пока не юзала А сама вебка у меня лежит в другом месте в косметичке Тут он зарядка от ноутбука Кстати, очень долго держит зарядку Планшетик One by wake Тетрадочки с япом Книжка, которую я читаю в деревне по ходу дела Она даже не возвращалась в прошлого раза Бабуся моя Еще распечатывала на своем принтере С ребенком, который из крайнего дома Куда чуть было кот не убежал К сарайке, которого убежал кот Короче На своем принтере И вот он, в принципе, он выгорает Ну, православный календарь Не ко мне претензии Короче, вот Мне сегодня еще подфартило Сосед, который в прошлом году давал мне велосипед Подозвал меня сегодня И когда я искала соседку По просьбе родственников И сказал, что, в общем, я сделал велосипед Но с тем же условием, что и раньше Я уезжаю в город Я оставляю велосипед у него Когда приезжаю, я снова у него беру В общем, меня все устраивает Ну, на велосипеде, конечно, тормозов нифига нет Это бывший скоростной Но, в принципе, на безребий и рак рыбы Большое ему спасибо Потому что вообще совершенно за спасибо Выдали мне велик И я вот сегодня, надеюсь, если родственники не поздно уедут И не поздно приедут К пчелам сегодня, наверное, пойдут То я вот сегодня хочу прокатиться Почему-то у меня тут за два дня такие были Приключения кота В общем, он вчера боялся, что он опять потеряться В общем, я полдороги по полю его несла на руках Потом дошли до фермы Вышла... ну, короче, я решила, что пройти будет удобнее С другой стороны, быстрее Вышли к ферме Он вроде дальше пойти Я говорю, давай в другой раз сходим дальше И он поперся к ферме Видать, уже устал настолько Что любой деревянный дом воспринимал, как наш дом Но пришлось его на руках тащить до соседей Которые назвали его собачонкой Пришел и сразу... А еще жарко было И он так, а-да, бук На пол И спать, и лежать Сейчас куда-то заныкался Кстати, вот что... Он, конечно, еще там прикольно так крутился По земле, когда первый раз за мной поперся собака Его напугало Надо было фотик тоже взять А сегодня просыпаюсь Что-то тадах-тадах Еще учитывая, что легла где-то Пол первого, пол второго, наверное, клинила И... В общем, должна была родня в 10 позвонить, что выезжает Ну, думаю, пораньше она как-то проснулась Но родня позвонила позже И еще не выехала До сих пор И, короче, что-то просыпаюсь от того, что что-то шарахается А кот в районе своей вот этой переноски И горки Бегают по маленькому кругу И гонят малюсенькую мышку Я так поняла, что он в избе всех мышек уже переловил Остались мышки под поле Потому что он четвертая мышка Которую он за вот это время все тут привез Принес А еще, как я поняла, он унюхал мышек на крыльце Под крыльцом Вот такой вот малюсенький мышоночек И вот он его по кругу гонял Я так поняла, что он Ее, его Этого мышонка Не знаю, какого было Приволок сюда Живым еще А может быть мышонок Хотя не знаю Может быть и в избе какой-нибудь малюсенький мышонок остался С прошлого раза Как эти мыши растут Из подполья-то тут никак не пролезть этим мышкам Но судя по тому, как он себя вел Он вынюхал под поле мышку Под крыльцом мышку в дырочке Там такая, ну, как бы кусочек Такой между досочек есть И, кажется, даже в пщелиной сарайке мышку унюхал Вот такой у меня кот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Выше человеческого роста. Новый, староновый колодец. Почти край деревни. Улицы, кстати, были нашего родственника. Который тут круглогодично родился здесь и живет здесь. Яблонька. Все, наверное, озичавшее. Очень много в этом месте киприя, но он местами слегка болеющий. До которого я добралась. До которого не добраться, до него иди набраться. Рост на березе. Точнее грибы березовые. Чага или как там их. С ней когда-то гроза так обошлась. Кажется, в детстве мы даже была такая веревка или что-то. там вроде качались мы на огромные ветки этой березы. Тут уже ветки-то нету, не то что березы. Дали мне подзадание зафоткать природу, но я сейчас пыталась шмеля сфоткать на цветочки. на чертополохи. Но как-то размыто вышло. Что у нас тут крапива? Светёт крапива, бла-бла-бла. Ой, только что жопа с ушами пролетела. Не в этот раз их до хрена, но они какие-то слегка менее наглые. Вряд ли побывав в Пенька я их стала больше бояться. Малина, можно сказать, самосев, а можно сказать остатки сада Полянского. Потому что на этой территории уже начинается сад Полянского. Раньше мы сюда в резиновых чаще всего ходили, за яблоками, с мородиной с сёстрами. Не помню насчёт вишни, тут ещё тёрна была дофига, роща целая. В принципе, при желании тут можно пройти, но опять же ближе к осени, к сентябрю, и в резиновых, и лучше с кем-то. И раньше тут, ну, можно, в принципе, может и одной можно. Тут раньше, короче, ещё на выходе от дяди Толи как раз, где вот курицы были, с другой стороны можно было найти, как её там, череду. Ну, вот последний ещё, когда Балушка в здравие приезжала, наверное, в четырнадцатом году ещё приезжала в деревню, уже череды как-то с напрягом было. Ну, как бы была, но уже меньше. Я даже не знаю, расчёт она там сейчас или нет, но может получится у меня. Если буду, никаких дел опять не предвидится, когда приеду в следующий раз, как раз, когда она должна будет, ну, конец, допустим, августа, начало сентября, собирать её, то, может быть, повезёт, и я там найду эту череду. Тут малина более молодая ветка. Такая ближе всё-таки на листовую смахивает, судя по маленьким листикам, но совершенно случайно на неё обратил внимание. Ну и да, вот здесь вот у нас Прокошина у дяди Толи, но что-то в этот раз ни в какие кипы ещё не собирали, или не будут собирать, или просто ещё рано. Но раньше мы здесь маленькие с граблями помогали сено собирать. Вот он здесь вот, можно сказать, на этой части заканчивался, и вот до того угла шёл этот самый сад Полянского. Самое интересное, что дома были отдельно, как дядя Толя и баб Нина ещё говорила, бабушка она средняя сестра, ну, на два года я младше была, бабушка Нина, и, в общем, что дома были как-то отдельно, и садовые участки и в другом месте. Вообще здесь, Анча, было 33 дома в этой деревне, не знаю уж как они помещались. Хотя каждый раз, когда я думаю, примерно так вот прослеживаю, как бы они влезли, до дороги ещё шли, и расстояние между домами было, конечно, меньше, чем у нас сейчас все тифавенды. Одна яблонька померла, может, к ней не буду возвращаться, тухонькая вся полностью, так же, как у нас в огороде. А другая внезапно, плодоносить стала, высокая-то какая, высоченная, а тут, наверное, может даже не одна яблонька. Сейчас попробую приблизить, видно яблоко. Даже тут, по-моему, ближе есть какие-то яблоки. Внезапно такая находка. А ещё смородину самосилом, там на ней одна ягодка была, чёрная. Вот это яблоко. Кислющее, крепкое, ещё не зрелое. Но оно, наверное, грушовка. Судя по этим точечкам, очень много черветошных. Но я надеюсь, что когда созреют, осенью, там, в сентябрю, допустим, может быть, даже если нападают, то, может, что-то путное будет. Пока вот, такое, самое крупное достало. Пешкодралом. Память у меня тут засоряется, и надо было уже дома скинуть на фотик. Точнее, с фотика на ком. Короче говоря, когда я позавчера шла к теть Вале, то застала даже немножко красный, может быть, даже ещё назреет, никто не съест, лесной землянички. Вот так вот. В общем, придётся мне, наверное, было проверить всё-таки память. Сегодня, наверное, может, уже не буду писать, пока тут гуляю. Может быть, даже смонтирую на ноуте. Будет несколько разных видосов. Вот такие дела. Попрощаемся с вами на Фазенде, товарищей родственников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова